всем привет это шахматный феникс да и сегодня состоится турнир на ческоме очень интересный с вами вася буришин и кирилл широков добрый вечер дорогие друзья попробуем что-то записать но пока никита не видно наверное попробуем это топов то есть там джебала там сапарли прошлый победитель майор то есть мы подобрались такие люди которые вроде бы хорошо зарабатывают на шахматах хорошие грозы но не топовые но другой стороны как вы видите даже такие турниры их привлекают и накамуру тоже не подошел видимо печаль беда у него случилась в прошлый раз здесь и так мы наблюдаем джебао белые разыграли что-то странновато это сон сон на б5 как-то не удел получился после сон их 5 и вся пешка на c2 поэтому соперник пошел до то есть накамура пошел это джебао пошел d3 ну я думаю что черные полностью уравняли уравняли по дебюту по дебюту а возможно получили маленький плюс за счет перевеса двух слонов ну позиция такая скомплана ну конь на g5 не удел конь 4 агрессивный ход на d5 пешку отдали я думаю что это уже очень плохо потому что далее просто и идет конь их 4 стемпом то есть и в принципе у черных совсем хорошая позиция этому кое-что не нужно играть сон есть тем более тонко то есть я бы аж 4 пошел конечно ну не это нельзя и в 6 довольно таки грамотный ход как по мне то есть полностью укрепляет всю структуру h3 белый наверное выжидают то есть ну и получается что по идее у нас лишняя пешка хотя нет нас не лишняя пешка потому что там сдвоенная есть то есть но все-таки я думаю черных должен быть перевес на королевском фланге у нас на одну больше конечно пока это незаметно это нужно дождаться эншпиля два слона как бы должно сказать что весомное слово ну джабао такие переводы интересные делают мне кажется он просто выжидают не потому что план игры черных ну фейс фона что это играть не будет это так перед всем просто развивающих от нескольких ц4 паник нужно готовить 4 3 будет очень слабо и она проиграется поэтому то 4 не такого вот ладятся один он не сидит за эти три четыре просто защитить на c2 я думаю что пешку дотца нельзя двигать нужно пробовать как-то играть по центру и не знаю сломана на и 3 поставить на просто у я за белых и вижу ни одного плана конструктивного вообще ты же четыре не пойдешь там же 5 потому что от короля а ученых простая игра там и не знаю можно маневрировать куда угодно слон слона на c5 поставить конь d4 пришел то есть на c2 возможно быть и не будет хотя другой стороны и конь c2 проходит потому что далее слон b3 и конь на c2 защищается без проблем это очень неприятно джаба наверно в шоке думает что это такое человек две двести сорок и просто просто разобрал непонятно кто это риеко то есть ну 1 мастер да джаба наверно в шоке тяжело вот как то такое невозможно чтобы как бы блицор и вообще 2 мастер экстра класса так летал по дебюту белыми или просто лишняя фигура даже не ну ладья е8 ладья c7 сыграет но там просто h5 да поэтому если нельзя ладья c7 из-за h5 и провисает мат на g2 поэтому f3 конь f2 сейчас конь на e4 встанет он не проблема он просто выйдет на e4 и фреже 3 пойдет и по черным полям будет мат ну однозначно спланистей нужно играть и фреже 3 наконец ну или c5 люди в комментариях смотри пишут что такое да что происходит вообще в принципе возможно то есть тикарый слейд мне кажется что джаба сам немножко недоумение не понимает чем как бы прикол позиция легко пробиваема то есть на 5 можно слоун цель 7 пойти но если честно я думаю что надо заканчивать матовая атака там я не знаю можно гост ферс h2 ферс h2 он выигрывал он держится за пешку ц5 поэтому какая-то активность подвисает на e8 и между прочим это микро шанс для для белых то есть где-то съесть ладью то есть но ферс b2 нет и за ферс е8 поэтому d2 но вся надежда на то что ладья на e8 подвиснет то есть соперник может зевнуть это хотя вот пешка д2 проигрывать видите как это все получается стрёмно площадь с тобой сразу же ферс б2 нету да это да перри 8 но хочется сейчас две пешки за фигуру смотри есть интересный народе а б8 3d3 пойдет 3 будет 3d3 и далее отжирает на d2 то есть и две пешки за фигуру короче говоря это называется живого дает авторитетом сейчас ладья д2 нельзя играть ладья 1 там ферс g3 там ман будет невозможно такого держать ферс г3 да а ферс г8 ферс г5 то есть ферс г3 не было из-за ферс г8 ферс г5 он хочет слон е7 слон h4 и пойти ладья е1 и далее ферс г4 с матом слон h4 просто пойдет да слон h4 шахов нету ферс г5 есть какая-то в этом идея но мне кажется слон h4 немного сильнее почему соперник не пошел в слон h4 сейчас внутри флажок конечно здесь минуты еще вполне хватает но конечно белые получили не знаю большего чем должны были получить вот этого раньше сейчас даже если косвенно где-то можно подменять ферзей белым есть пешки на это шансы да как-то пешку продвинуть там на и 5 но хоть какие-то микро шансов как рисует ферзь на 4 сейчас неуклюже стоит потому что место было там слону и прикорол д3 ферзи ферзем на и 5 можно было шах на д4 да так что смотри на поле где-то на ясно вообще пешка на б2 а там б3 держит то есть ему его нужно обезопасить короля вот король в 5 и король в порядке вообще сейчас белый твери есть идея ферзи 5 слону а магула надо надо пункт g2 ферзь б8 хочет наверное ферзь б7 нужно пойти ферзь б7 либо же 5 какой-то ход не же 5 не очень мне нравится же 5 и 5 5 неинтересно такая вот идея вот так вот висит на f6 а я бы всем в порядке этого года на царе по часу не уйдал нужно на д6 я быцевала может это будет угрожать дать его ольхом артуре слоя это просто фарадокс то есть а за 6 на смартфон играть и продажа сахал нет аппетит альбурна висок просто сайт поэтому мутарь аппетит а это 8 подключится я не попросил не уйдет на линию до а почему нельзя взять ладя б7 что ничья что ли сейчас подумают ну так я думаю что белые не захотят ничью потому что на g5 бить нельзя из-за ферзи 5 либо ферзи 5 возможно ферзи 5 я думаю если на g5 заберут то будет ферзи 5 очень неприятно фон d4 g6 я не понимаю чем как бы за 6 по любому нужно играть нет нас готовят лодки отсутствуют не а я не знаю зачем а теперь может быть знаешь есть идея ладея 7 вот эти три дворки 7 охотникация на это подкрут такой интересный и сейчас конечно ох все конец ладя 1 все таки и ладя 1 король бы 3 это просто космос это нереально так вот так вот так вот потому что на флаг если бы если бы было больше времени может быть и поменяли на фразе и пешки а так на флаг будут рубать все конец это просто просто парадокс как такое возможно ужас на любом часть тоже недоумевает так но посмотрим не подошел ли никита зато что стало свои места потому что так и должно было быть разница 500 пунктов конечно да ну хорошо играл самым черный мастер фиде да но по дебюту полностью переиграл так ищем никиту почему-то Никита не смог подключиться к турниру хотя вот мы видели его в скайпе онлайн да попробовал может ему позвонить до сих пор там висит да так что-то не могут звониться так мы идут такие у нас да никита не берет только там написал контакт в чем дело может нажмем на паузу пока тогда мы продолжаем к сожалению никита куда-то пропал ну что смотрим за джабавой на этом она сейчас должен как бы дать жару против против но лак нужно мастер и сербе для коды и славистой сербии ну вот это вот такая схема 3d 8 король до 8 там он не 3 либо смотри 4 и c6 король 3 7 это очень популярно как по мне сейчас за черных расстановка без без ферзей c6 король 7 здесь идея и ну славистой понятно тут другая расстановка ходов то есть невозможно прицепиться к черным то есть с темпом вы делают дело все равно ничего не х6 сейчас пойдет на дней на и 5 если он до 6 нужно играть а там будет конь g5 так что снизу так просто поэтому конь g4 он переходит скажем так в контратаку на конь g5 конь е3 будет развивать чтобы более идентичные контакт двоение но я знаю почему черные так расставили мне кажется более сильно здесь c6 король c7 то есть такая вот игра есть дебюте она довольно таки ну оправдана для блица но если сейчас не играть конь g5 тогда черные пошли бы f6 поэтому конь g5 вынуждены за конь е6 а фена здесь полное равенство то есть но я думаю что по идее вот черные первые начинают да висит на и 3 шахом белым хотелось бы пойти слон c4 но он так как уже создает конкретную угрозу а далее наверно король е7 здесь уже уместно да водя f8 за счастье уже ход не обязательный так как поле d5 снято пешкой е6 но объективно говоря рассчитывая на какой-то перевес довольно сложно попробовать наверно бороться за линию d черные удача с удовольствием я от этого не пойдет потому что блин как так можно поменять все фигуры а хотя отдавать линию тоже невозможно после размену зависит на е3 там никак не держался а так вот это восемь сразу не могла потому что вполне три в промежутке все правильно он поменял а вот и не было хода они три в промежутке пробивали лишь мы с тобой не замечаем таких тонкостей даже сейчас ладья d8 и на ладья d8 слон е3 то есть все четыре странно довольно таки ставить пешки на цвет слона но тут наверно другая идея он хочет проломить а4 и далее прогнаться за пешкой же 3 там путем коня спать либо ладья поэтому ведут коня на f2 но а в 3 никто играть не будет я думаю он заберет на g3 ну то есть g6 даже здесь здесь не рассматривает так как h2 проиграется поэтому нужно делать какой-то другой полезный ход конь f2 например либо король d2 наверно конь f2 наиболее здесь полезный я бы король d2 пошел ну так вот решил ну сон d6 б6 нужно отходить да тут все в порядке вот для c3 непонятно хорошо это или плохо но как бы вход более меня никуда скажем так ну вот если был бы дубла бы водя и сейчас ее поставить чем надо 8 туками белый был бы вообще просто отрезан и это был бы абсолютно поиграно но опять же вот весь белый месяц они знают куда скажем как ходить да вот смотри-ка нет идеи пожертвовать качеству и пробить на е4 но пока нету потому что конь хорошо как бы стоит там но не такой никто не будет скидывать здесь простая победа после пешка на g3 падает конь f2 соперник не успевает чтобы прицепиться к пункту g4 потому что будет слон и 3 так ну по словам аэра тогда здесь понятно пешка на g3 все таки упала я думаю что болот такую выиграть так но здесь у нас швед почему у него свет флаг я не понимаю он же снимет георг майер он играет за немедленно за германию ну не знаю так 100 процентов то есть он один из сильнейших германии после надича ну что у нас белые белые немножко зажатый но он не крикнет лишняя фигура поэтому я думаю что в этот вот маленький зажим ничего не приведет так мы здесь тем временем сдались сдался он почему то так потому что конец на g3 падает и все то есть пешка просто проходит в связи так мы смотрим на георга майера победителя предыдущего турнира не победитель турнира был сафарли это сто процентов может он делил что-то но первое как бы там по бугульцам они там все равно деньги поделили конь g2 ладежда но здесь две фигуры два коня за ладью простая победа как бы здесь ну техническое просто окончание я думаю что белые легко выигрывают слонцы тренинг чего не приводит конь и слон тут без проблем это дело должны выиграть даже если разменял одну ладью то есть конь стремается там на е6 например король g3 конь f4 и конь е6 как этому возникновать я не знаю так ну вот еще можно посмотреть вот за этой женщиной мне интересна женщина потому что у нее 2007 такой рейтинг я могу иметь ну вот король g3 конь f4 и все не дает вот видите король g5 довольно-таки грамотно сейчас просто в любом случае пойдет конь f4 и конь е6 и будет серьезная привязка к пункту c7 ладью нужно будет установить на поле f7 а там скажем так свое дело сделает король вот не пускает ладей e8 очень грамотный ход то есть вынуждает е4 и поле f4 забирает наверное надо как-то конь f2 либо конь c1 либо конь b4 конь c1 конь e2 конь d4 вот такой вот маршрут наиболее наверно точный или там будет поле вторжения f4 да нет там ничего не грозит поле вторжения нету поэтому я думаю маршрут конь c1 ну или конь е1 конь е2 конь d4 конь е1 конь c2 конь d4 нужно пойти на d4 чтобы либо на b5 напасть либо конь х5 ну это да на c2 на c2 повел коня да 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 ну в общем он повел на c4 где будет очень много полей полезных у черных нет никакой контр игры то есть полей вторжения вообще нету опять ни к чему не приводит можно не реагировать просто а ну а4 грамотно потому что если бы черные пошли а4 то был бы идея ладья а8 ладья а5 и ладья c5 но как по мне это довольно таки долго оно значит ни к чему бы так же не приводило ну вот сейчас гадите конь е6 да конь е6 и ладья c8 будет ну можно король g4 забрать а король е5 будет еще неприятно довольно король е5 там было ну здесь нужно выгонять конь c6 да потому что такого нереально перспективе слона h3 нужно играть то вот хотя там будет ладья g1 поэтому пускать заезжать не очень хочется вот какая-то стоечка слона h3 не хочется играть но это значит все равно позиция остается выигранная но но сейчас приведет на f5 так почему король е5 не пошел я не понимаю то есть по трене позиции было бы а так получается он отпустит слона h3 сейчас пойдет наверное а там понятие так же ладья g1 поэтому не все так просто так мы здесь черную долгали ничью не-не-не-не никто не согласится он привязал ладью по седьмой и сейчас поведет короля на d4 мне кажется слона h5 да довольно грамотно но в принципе если играть король е3 или король f3 то будет король е5 и не все так просто но я думаю что нужно просто конь f3 и е5 в удобный момент провести либо подготовить ход c5 установить коня на b3 на d3 возможно вот так вот смотри сразу изобретательно мне хотелось бы это сделать конечно с подготовкой c5 потому что это идейный вход c5 нам надо было наверное подготовить хотя и так все хорошо но какая-то контр игра в черных появилась и сейчас они начинают приставать к пункту c3 там в пешке a4 ладья 1 нужно играть наверное все таки ладья ладья c1 разумно потому что избавиться от связанных да надо избавиться от связанных проходных d6 король е5 ну конец все таки конь d5 можно и d7 в дальнейшем и уже там уже на удобную клетку скажем так коня переведут d7 король d6 d7 король d8 король d6 а он просто хочет для начала король е6 а потом слон датаки d7 на технику реализации у людей конечно ну да так ну что он здесь король c6 пришел держит поле е6 забирает пешку на a5 конь d5 да король c5 сейчас сыграет далее d7 король d6 я бы сказал почему не играет d7 я не понимаю будет стройка слон c4 конь c4 да под d7 да да ну конь c4 стал да все в порядке отжирает на a5 все нормально и все пешка пошла без препятствий очень техничный но все по делу переиграл его в принципе конь опять перекрытия a8 неизбежно то есть да опять делом и перерыв небольшой итак мы возвращаемся в этот турнир второй тур идет и угадайте кто у нас в гостях да это тот ради кого мы здесь собрались а именно никита петров и никита расскажет вам почему он отсутствует на этом турнире конечно конечно хотели мы хотели срочно провести замену пашу никого чеха отправить комментатора павла он поддержал бы престиж одного феникса меня сейчас больше волнует то что произошло после того как я собственно не успел на турнир да расскажи нам про эту печальную историю ну она в общем то скорее комичная получилась могла бы стать печальной дело в том что в общем заранее запланировал я сыграть вот данный турнир в кафе пришло в это кафе и тут мне сообщают радостно что за 15 минут до того как я пришел собственно сеть накрылась еще у меня такое ощущение что накрылся накрылся целый оператор с риском который здесь основной я вряд ли если я не успевал ни в одно другое место все равно соответственно на эмоциях возвращался после этого домой ну собственно сейчас дома и проявил просто чудеса реакции вернулся вернулся от трамвая сантиметров на 5-10 разминулся может быть этот ты не тот спорт выбрал на оборотах можно там попробовать постоянно да я вот как это как поднялся вспомнил о тебе обо мне да был бы мной доволен наверное ну ну ты поможешь нам комментировать да я попытаюсь но я не знаю что будет с интернетом вообще если бы был бы такой интернет то я мог бы никуда и не идти играл бы нормально ну конечно может зацепиться там с третьего тура так там нельзя заходить это же не планета иначе бы я уже играл бы по второму даже успел бы да ну никит мы короче посмотрели партию Джабава и Георга Майера я предлагаю Фандорина смотреть а нет это наверное не тот Фандорин дело в том что Ник Фандорин на многих из серверах был у Алексея Широва но это не он потому что он международный мастер стоит вот сейчас есть две партии какую будем смотреть ну вот моя вторая партия это тот соперник которому отдал симпатичный маск в предыдущем турнире а да ладио с забавным ником ladies get to know me так и он девушки должны меня узнать между этой серии да и он сдался да и он проиграл но Длуги играет короче он там мастер блица скажем так ну это немножко преувеличено что он такой же мастер блица конечно не по поводу игры а по поводу самого понятия блица он там уже швел эти уроки блица он много чего знает о блице в принципе то есть технические моменты и разные там хода длинные в цейк ноте еще разные там моменты как нужно сбрасывать фигуры то есть по игре конечно что он не топ но чепукайте с нашего времени как это выигрывать ну как надо вообще-то у нас координировать когда фрезер тут нет прямо такого четкого плана что у нас тут сейчас белый выигрывает я даже не сомневаюсь надо было ферзь b2 и король e4 играть и уже ладью вытесняют но здесь точно знаю с шахами ничего не добьются нужно играть все-таки более тонко без шахов почему сейчас шах с b5 если ладья d3 то король e4 но белые неправильно делают в общем эта партия затянется конечно рано или поздно черные зевнут ладью я так думаю я слышал что некоторые гроссмейстеры не могут выиграть такую позицию ну есть известная история как свитер не выиграл ни Тома Розеича ни той еще кто Тома Розеича не выиграл в классике а я сегодня тоже наткнулся как у Шанина не поставила мап но это более известный конечно прикол но опа технично вот верни на два хода назад верни на два хода назад до 137 но да Никита ты здесь вот здесь вместо ферз шесть ферз б8 да вместо ферз д6 ферз б8 а и все партия заканчивается ферз б8 король ц5 ферз ц8 в шкаф и ладья теряется просто точнее не та да все понятно ферз конь надо так на кого мы смотрим ну давай сафар али он победитель прошлого все отлично смотрим все фороли и он довольно таки известный гроз я понимаю там под 2700 у него точно я думаю да 2600 где то 80 может быть да да так что 20 но немножко но где то и видел побольше у него было так ну разыграно какая то 700 не было но было побольше 700 не было да 700 не было это я знаю разыграно какая то ахинея со слоном на 1 нет вот сейчас G6 слон G7 2 0 и получается я не знаю дракон какой то да без белопольника да мне кажется что черные могут против этого варианта лучше играть чем вот то есть схема популярная мне кажется что здесь белые за перевес борются два слона постепенно должны как то сказываться ну другое дело что вот конь F3 мне хоть не нравится один из основных планов связан с F4 а конь на F3 как то глупо стоит ну сейчас на C6 зависну и F3 как то ну зачем играть F3 пошел бы F3 в принципе и нормально а зачем играть F1 F3 FD1 я не понимаю стопа это не зевок не 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 там ну такую фешку никто не кушает кстати недавно играл в матч да Никит у нас может отваливаться наверное недавно с играющим белыми шахматистом вот буквально недавно начинку играл матч длинный из 9 партий как закончил закончился он закончился он как не сложно догадаться 4.5 на 4.5 ого причем тогда у него рейтинг по меньшему соперник серьезно задумался над ходом F6 но все таки решил не искушать судьбу и получается вот этот весь маневр в F4 никуда хотя объективно говоря мне кажется уже очень на координации наружной конь на большой стоит плохо на A6 пешка висит сейчас на A6 подвисает это неприятно будет искать равенство в динамике какой-то я не знаю какая-то тактика то что такое D5 сейчас наверное нужно думать да? D5 конь C4 мне кажется конь D7 надо сыграть D5 D5 слон бьет A6 что у нас слон бьет A6 задумано? ладят C7 ладят C7 E5 тогда уже просто лишняя пешка мне кажется вот почему на A6 не побить я побил бы на A6 ну да ну да но для A8 играть нет смысла что ты играл слон бьет A7 понятное дело а для A7 иначе ничего нет ну и так и в чём из этого компенсация сейчас G5 конь B4 слон D3 конь C4 нужно играть тут 9 туры а одна сайса нужно играть конь C4 ну все как D8 может тоже неплохо но я не знаю у Человек может какая-то компенсация есть но все таки личная пешка ее еще отыграть надо то есть G8 хоть техничный он наверное собирается ладя F на C8 и как-то попробовать завоевывать ну завоевать линию C полностью и пешку C продвинуть но слон G5 никуда единственное что он его не отдал то есть это плюс да хотел наверное сохранить двух слонов мне кажется ход не оптимальный совсем конь A3 начинает напрягать конь A3 конь B4 да конь B4 конь C2 стремится а если черный белый побьют сейчас коня просто в чём идея слон бьет C6 ферр бьет C6 ладя C1 например мне кажется что у Человек колоссальные проблемы тут конь C4 конь C4 ну да а лишняя пешка и фигура получше а что собственно какого может даже конь D2 мне нравится сильно конь D2 мне нравится сильно да я думаю что вполне возможно да конь D2 да конь D2 Нигит тебе ничего не напоминает что эта пешка ну не раз играли два результата или Сафарли как-то играет эту пешку и будет да нет по порядку потому что мы вот посмотрели первый тур Тарм против 2 там 300 либо 2 200 неважно этот Джабава короче с лишней фигурой выиграл без фигуры да ну просто одно дело 2 200 на ческоме а вот 2 550 это другое дело я же говорю я недавно играл с этим человеком он играет неплохо ну то есть Сафарли конечно сильнее но в данной конкретной партии что-то я не уверен ну вот обратно коня мне кажется что он хочет какой-то ряд наплевать на эту пешку на A2 и попытаться проломить королевский фланг вот сейчас H4 H5 например такая идея это все печально для него то не закончится все таки я сразу направляю пункт D4 мне кажется я думаю что в дальнейшем это будет очень проблематичная пешка я думаю что она она отпадет когда-то то есть слон чернопольный и получается есть объект атака а пешка A2 пока не чувствуется на ней же 5 как раз на счет этой партии я думаю он будет победа вот этого парня оформления я думаю что будет ничья просто у этого чувак чудака 1 06 есть а ты не сам говорил то что минута в блиц это пешка ну хорошо так уберем этой позиции получше ну убери эту пешку с A2 и что ну не если убрать пешку с A2 уж поверь конь на T4 теперь вот сюда нет теперь вот сюда хотим не знаю сейчас белый возьму за мат не нет конь G4 например а конь G4 уже пешка A4 падает да он E3 как-то играет так не зевок видимо F3 и уже белый мат идут ставить ну как бы я не считаю что здесь у черных хорошо но все таки я лично считаю что у черных безнадежно практически уже то есть как-то у черных безнадежно ну да конь F6 и A4 есть зацепка пару точных ходов найти просто корольский фланг рассыпется вот напрягает и пытается изо всех сил такую динамику найти как переводится это файл я думаю что нужно закидывать все таки конь F6 явно человек очень слабый намекает что пешка падает на D4 дроп причем дословно падает да дроп я знаю дословно я не пойму почему белые так бедно играют что мешает FD2 пойти сразу я не пойму да не я думаю что надо играть PNF6 и надо играть A4 цеплять он же он же а почему нельзя было побить и D4 сыграть как коня зевнул да ну тяжелый случай 4 секунды просто я не знаю вообще очень странно видимо него какие-то кто-то отвлек потому что он очень долго думал и очень странные какие-то вещи начал делать я угадал верни до 34-го хода белый 35-го даже вот 34-ый за черным сделай вот туда на D4 нажми да вот и вот здесь вот FD2 пойти если я не могу пойти я не могу пойти нарисую стрелочку что черт нам делать ну вверх висит G5 с раздачкой повторительно D4 защитили плотно H4 это очень серьезно потому что я думал что можно грубо сыграть FG2 после FG2 на слон G5 HG FG5 просто пошел D8 просто не пошел да так ну а те времени у нас да у белых точно лучше и может быть сильно лучше да что сделал этот международный мастер конечно не радует ты бы так же загнулся да я не спорю даже так бы не загнулся потому что у меня было одно из двух как обычно с двумя ничьими унылыми а ну можно Майера посмотреть на давай Майера Майера может Гусейна Гусейна ладно не будем Гусейна Майера неинтересно смотреть Майера да Майера выигрывай давай я предлагаю вот еще Хосе Ибаро вторую доступу испанского гроссмейстера посмотреть потому что Том Турлинин поделил первое место вы это все смотрите и я вернусь через несколько минут ну тут тоже нечего смотри Лендерман выиграл пока Вася можно откинуть Вася Вася ушел что-то не быстро заканчивает Никит так на кого Никит дальше Раскольникова Ужасно играет он играл мне 1 в 6 последний раз не стоит давай лучше Арутюняна посмотри это какой вот Георг Арутюнян А это который из откуда из Армении и мы с ним много партий играли да к сожалению не получилось его открыть смотрим мы партию двух не не слишком хорошо знаком тут нет в общем давай нажмем пока на паузу гроссмейстер Ирочка давай проверим его на паузу гроссмейстер Ирочка может быть это все-таки она судя по рейтингу у Ирочки все неплохо у Ирочки да Ирочки абсолютно выиграл можно сейчас просто ладья б3 слон нашел и ладья б3 Ирочка это действительно Ирочка а да это кстати первая доска американской олимпийской женской сборной и рейтинг почти 2 500 классических совсем неплохо играет в чем отличие между женщиной и мужчиной в классе там же рейтинги по-другому мужчины играют в шахматы сильнее в этом гораздо просто несравнимо в этом отличие ну 2 500 у нее это как сколько у женщины 2 500 у мужчины рейтинги одинаковые ну может быть чуть-чуть 2 450 итак начался у нас четвертый тур ну и мы следим за лидерами Никит выбирай Джабала Георг Майер а Джабалу выиграл да по каким-то причинам я не могу увидеть Джабалу расписал ничью только экран а нет вот сейчас все нормально но я не вижу списка партий не знаю пока из чего убирать но у меня есть список из двух партий внизу видимо экран а вот сейчас все нормально я предлагаю смотреть на Родицкого я снимал в классику в риге в прошлом году с печальным для себя исходом Сафарли на Родицке даже не понятно кто из них фаворит мы будем смотреть за Сафарли так может быть Е6 на Родицке Е5 провел очень идейно вопрос в том что на Е5 задуман не знаю а вот сломба 7 мне не нравится ну там что вся эта идея была неудачна сейчас белые могут просто Е6 пойти мне кажется ЛДА7 очень тонко идея Ферзя пробовать блиц далеко не кажется а и кстати переоценили может быть мы переоценили позицию вот что на Ферзя 8 задумано а видимо просто АБ в динамике динамики ну АБ наверное да я вообще тебя не слышу мне кажется что-то в данном случае не моя нет сейчас это твоя еще почему АБ действительно мм да печально видимо она слон Д5 сейчас Зах5 задумана хотя не знаю вот сейчас слон Д5 и что слон Д5 АБ слон бьет Ж2 не ну Ферзя 5 тут уже бессмысленно Кирилл ты слышишь меня да 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 я здесь хорошо а то ты просто Ферзя 5 с такой задержкой завесил что я думал что это а ну АБ ну АБ ну АБ ну АБ ну АБ не знаю мне кажется что нельзя это допускать не ну у черных просто громадный перевес теперь позиционный и материальный уже сейчас будет по всякому выигрывать по штакам в общем нужно постараться удержать эту пешку ну да единственное там без этой пешки просто сдаться надо сходить так в динамике надо что найти как по ней 7 сразу не получится может в этом идее а может просто начали пойти пытаться выиграть в лоб как думаешь а что да так и с ним да АБ ну АБ ну АБ не знаю захоронать страшно АБ слон дед ж2 АБ слон дед ж2 и что его слон дед ж2 как он собирается держать своего несчастного короля я просто играю в силу народистского что такое ну и вот я бы наверно ладья а3 пошел чтобы на g3 ладью перевести видишь он на коня напал динамики очень ты не знаешь ты не знаешь надо проверять кони в 3 выигрывать или нет но f4 f4 это просто забивнул ухо я бы сдался после такого сразу гвоздь да да что ну то есть объективно может хоть слабый но вот он прямо такое мощное впечатление производит а сейчас то как играть в 1 да какая то пошла пошла какая динамика мне это не нравится мне кажется мог на ролик скипс на самом деле сильнее сыграть ферзь d3 где то теперь смотри будет грозить не выбрать ой ой за жертву платью непонятно за что если честно но белым надо брать ладью иначе других ходов нет просто ну просто да отдали свою пешку да но ладья все таки это ладья так и что что идея хотя тоже белых король дико слабый но вот король их 2 надо играть потому что если король жертвы то наверное княж 4 с победой точно с победой ну да там ферзь g2 и конь f3 без ферзя король f2 надо играть конь g5 такая конечно красивая интуитивная жертва ладья в общем мы отличную партию выбрали я думаю что интереснее ничего в этом туре не было то есть понятно что оба соперника уже сделали 500 миллиардов ошибок за это время так почему нельзя побить ладьян а4 ааа конь h3 ааа другого нет сейчас король g3 не знаю мне кажется что с фарлей может и отбиться а жаль потому что на родице играл вдохновенно так так у них 4 ааа и там ферзи 8 в конце кстати если сейчас взять коня а коня мне кажется брать надо а а если сейчас взять ладьей да но он не берет да ферзи 4 в общем тут у них какая-то практическая месорубка я уже ничего не понимаю ферзи 4 мне ход не нравится сейчас слон бьет g6 ладья f3 ферзи ладья f3 неприятно они очень интересного оба играют очень много ошибок оба допускают то есть это все с компьютера это не выдержит никакой проверки каждый второй ход это просто круглейший зиму радостные шахматы но и тут видимо задумано будет на ферзи 4 вот сюда да а вот да ну владеешь владеешь владея f4 он хотел сдавать наверное здесь я не видел мне не обновляется ничего да никита мы здесь и владеешь 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 даже возможно что после ферзи в 8 все в порядке но ферзи в 8 продобрание очень неприятно отдавать на g7 невозможно да никита у нас отлетел временно если отдадут на g7 то будет просто конец а вот так ну идея в том чтобы королев 8 пойти и владея f7 нет нет видишь он все равно уйдет на на ну без проблем потому что матом там как то нету ну не ща должна быть я думаю шахи какие то я думаю ну должны найтись а ферзи 6 и нету ферзи 7 про ферзи 7 и за б7 алло покажите да у них закончилась карти что происходит но я показываю смотри нет не пока вот сейчас мне загружается ну пешка на b6 видишь так как это произошло из той позиции не ну это наверное наверное белое катают на выигры катают конечно да и видимо выигрывает сейчас король спрячется за пешками как это произошло на ролицке просто шикарно эту партию играл так а что это за ход не не ну это уже все король за 7 король за 7 король за 7 и ферзь пошел ну это вот если от пешек можно было бы избавиться сейчас были патовая ловушка но от трех пешек быстро не избавишься к сожалению да остался печально а играл просто ну замечательно это очень прискорбно если честно что я болел майор посмотрим кстати парусник говорит отлично посмотрим майор давай пригласим его в группу ну можно и пригласить но ясно никита сильно слышно как шумит ноутбук да я думаю что его вконтакте нет чего его вконтакте его скорее всего нет фейзенок более выгодный аналог самому но по программам атака приятного и ровно да и потому что потому что не смотри ну собственно и результат есть да нажмем на паузу ажи гроссмейстера и бара наконец где он вот сырочка играет о интересная партия но здесь все ясно да да кто таких фельд полисней наверное кто таким мужской гроссмейстер сильнее женского госпитера нажмем на паузу да мы продолжаем и вот смотрим за кандидатом мастера спорта из нашей группы ну вроде как это он мы не можем гарантировать скорее всего это он Дмитрий Хосаев кстати мы с ним очень давно по моему в 2007 году играли в классику да и Дмитрий выиграл и он выиграл и сейчас будет идти ну идет полтора из четырех что конечно не очень блестяще но тем не менее болеем за него конечно нужно поддерживать наших ребят и опять же на паузу и и и и